В Исламопаде отпраздновали десятилетие китайско-пакистанского экономического коридора. Посольство Гаяны в Китае отметило 50-летний юбилей. Российские и китайские СМИ обсудили расширение сотрудничества. Спортсмены со всего мира изучают китайское боевое искусство в деревне Универсиады. Три родившиеся за рубежом панды вернутся на историческую родину до конца года. Китайско-пакистанский экономический коридор работает уже 10 лет. В честь юбилея представители двух стран провели в Исламопаде торжественную церемонию. Председатель КНР Си Цзиньпин направил ее участникам поздравительное письмо, которое зачитал вице-премьер госсовета Хэли Фэн. Китайский лидер подчеркнул, что логистическая линия между китайским городом Кашгаром и пакистанскими портами Гвадаром и Карачи придает импульс социально-экономическому развитию и процессам интеграции в регионе. Си Цзиньпин назвал ее образцовым проектом в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Премьер-министр Пакистана Шахбас Шариф заявил на юбилейной церемонии, что совместный коридор принес его стране ощутимую пользу. Этот коридор улучшил инфраструктуру в бедных районах страны и создал очень много рабочих мест. Инициатива Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» принесла позитивные перемены многим странам мира. За 10 лет работы китайско-пакистанский экономический коридор помог двум странам запустить инфраструктурные, энергетические и другие совместные проекты. Дипломаты и другие официальные лица отпраздновали 50-летие посольства Гаяны в Пекине. На церемонии в честь этого события выступил с речью президент южноамериканской страны Ирфан Али. Он подчеркнул прочность связей с Китаем и напомнил о достижениях Поднебесной. У Пекина есть прекрасная возможность познакомить весь мир с альтернативными подходами к глобальным вопросам. Показать, что развитие, ориентированное на человека, не просто лозунг, а неотъемлемая часть китайской философии внешней политики. В прошлом году Гаяна и КНР отметили еще один важный юбилей – 50-летие двусторонних дипломатических отношений. Более 50 представителей СМИ из России и КНР собрались в Пекине для участия в медиадиалоге и брифинге на тему проекта «Молодежь Китая и России идет дорогой дружбы». Лейтмотивом обсуждений стали совместные шаги, которые помогут углубить медийное сотрудничество двух стран. Встречу организовало Китайское народное общество «Дружба с заграницей». Я думаю, больше должны приезжать китайские журналисты в Россию, российские журналисты в Китай и готовить здесь на месте свои репортажи. На месяц, на два и постоянно меняться. Тогда они будут погружаться в среду другой страны, узнавать ее культуру, ее политические мотивы, ее интерес. И будет идти взаимный обмен. Будет эффективно выстраиваться такая повестка новостная, современная. В конце мероприятия организаторы объявили, что акции в рамках проекта «Молодежь Китая и России идет дорогой дружбы» состоятся в Пекине, Шеньяне и Шанхае. На всемирных университетских играх в Чэнду спортсмены не только участвуют в соревнованиях, но и знакомятся с культурой других стран. Организаторы подготовили для молодых атлетов насыщенную программу, в которую вошли тренировки по китайскому боевому искусству «Тай Цзэ Тюань». Мастер Лю Суи Бинни обучает ему всех желающих в деревне универсиады. Нам показали довольно сложные позы, но у меня получилось расслабиться, когда мы начали двигаться и я к ним привык. Я записалась на этот курс для того, чтобы узнать немного больше о китайской культуре и о том, как Тай Цзэ помогает сосредоточиться с помощью дыхательных практик. Получилось познавательно. Я чувствую себя бодрым и хорошо отдохнувшим. Думаю, эта практика будет полезна по утрам. Она поможет разбудить тело и подготовиться к новому дню. Тай Цзэ Тюань – один из стилей китайского ушу. Название этого древнего боевого искусства переводится как «кулак великого предела». В этом году в Поднебесную вернутся еще как минимум три панды, которые появились на свет за границей. Их родители стали культурными послами Пекина в Южной Корее и Малайзии. Традициям китайской панда-дипломатии уже десятки лет. С момента образования КНР Пекин подарил девяти странам более 20 бамбуковых медведей. В их числе знаменитые Лин Лин и Син Син, которые улетели в США после визита президента Ричарда Никсона. «Я очень рада принять этот драгоценный подарок – панду». В 80-х годах китайские власти запустили отдельную государственную программу, чтобы увеличить численность черно-белых мишек. Поэтому панд перестали дарить и начали отдавать в аренду на 10 лет. На историческую родину должны возвращаться и их подросшие детеныши. Пушистые послы представляют Поднебесную по всей планете. Сейчас около 70 бамбуковых медведей живут в зоопарках 18 стран.